Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от жизни и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересно игровое прохождение и летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также у нас продолжается марафон видеороликов, как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий видеоролик, так что дерзайте. Ну что ж, друзья, сегодня у нас воскресенье, практически неделя у нас осталась до выхода FIFA 22, как многие знаете и знают, когда приходят ко мне на стримы, да и просто в комментариях под видеороликами спрашивали, что будет ли дальше Pesco или все-таки FIFA, я всем отвечаю, что будет дальше сесть на FIFA. По поводу Pesco ничего пока что сказать не могу, потому что там еще у них много что-то запутанное, вроде как Ultimate Team, вот этот MyClub будет у них бесплатный, всякие вот эти вот карьерки у них будут платные выходить, поэтому я по этому поводу ничего сказать так и не могу. Но точно что FIFA 22 будет на моем канале, поэтому у нас будет скорее всего марафон полный, так сказать по 2 видеоролика в день я скорее всего даже буду выпускать, потому что здесь буквально нам 4 ролика я посмотрел, 4-3 ролика осталось закончить за Лестер и 7 роликов там где-то карьеры за Зенит, поэтому будем плотничком их выпускать. Даже скорее всего придется по 2 видеоролика в день, потому что в сумме там дают 11 роликов, все это мы просто за неделю сами вот это вот оставшееся не успеем, поэтому будем выпускать по 2 ролика в день, начиная с понедельника, то есть сегодня вечером вы смотрите, ну для меня я выпускаю вечером карьеру за Лестер и поэтому завтра с понедельника вы будете уже смотреть по 2 видеоролика в день. Там я не знаю по времени примерно во сколько буду выпускать, но в общем ставьте колокольчик, в любом случае не пропустите. Итак, сегодня у нас ответная игра в Лиге Чемпионов сразу же против Реала, то есть мы сегодня практически узнаем получится ли у нас выиграть Лигу Чемпионов за Лестера или нет, потому что ну вылетим не вылетим, так что вот это все будет и зависеть. Выездная игра против Вестхэма в Премьер Лиге, домашняя против Манчестер Сити и сразу же уже будет первый матч полуфинала, если мы конечно сейчас сыграем в нулевую ничью, нам лишь бы не пропустить сейчас от Мадридского Реала, потому что если не ошибаюсь мы 1-1, да вот с ними сыграли на Сантьяго Бернабео. Смотрим на состав, кто у нас там готов, кто нет, так мы видим Ригелон не готов, но там кстати у нас более-менее это и все не готовы, давайте уж Гомеса тогда выпущу, так Санчес будет на поле, а так-то все ребята остальные, так вот только могу сделать, вместо Барнса Айоза Переза тогда возьму и все, тут вроде все это молодежка у нас. Поэтому вот таким составом, который на ваших экранах мы выходим на домашний матч четвертьфинала Лиги Чемпионов, Лестер против Реала, поехали. Итак, King Power Stadium, может быть действительно и последний матч сейчас мы проводим в Лиге Чемпионов дома за Лестер Сити, посмотрим, очень интересно все-таки получится ли у нас выбить самого титулованного, самый титулованный клуб из Лиги Чемпионов. Сколько там у них, 13 побед, я не знаю, в Лиге Чемпионов, но мы посмотрим, вроде как сейчас у нас состав более-менее, кстати, боевой, готовый, надеюсь на то, что должно у нас все получиться здесь. Так, ну здесь Рамас, ой, Лаутаро Мартинеса это 1-0, Сергио Рамас сейчас просто так накосячил и вот эта вот его ошибка может стать роковой для Мадридского Реала в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Ну а Лаутаро Мартинес забивает очередной гол за Лестер в Лиге Чемпионов, смотрим еще раз на этот момент, хорошо здесь стеночку с Вернером отыграть, здесь Рамас как-то корпус поставил, наверное, не ожидал, что Лаутаро Мартинес продолжит прессинговать, ну и хороший гол от Лаутаро Мартинеса. Так что, если даже мы сейчас пропустим от Мадридского Реала, то у нас будет как минимум ничья в двухматчевом противостоянии. Отлично, Анана. Подача опасная и все-таки пропускаем. Вальверде забивает перед самым перерывом, уже там лишние минуты пошли, но 1-1 и Анана там свои ворота отбил. Очень обидно пропущенный гол. И шикарно Лаутаро Мартинес на Чингиза Ундера Ундер. И 2-1. Чингиз Ундер забивает, выводит Лестер вперед. И это шикарно для нас. Но сейчас нам надо более плотнее сыграть в обороне, потому что еще один пропущенный мяч и Реал забьет больше в гостях, нежели чем мы. Мы один только забили, но и Реал сейчас тоже сравнялся по этому, так сказать, показателю. Поэтому ни в коем случае нам нельзя больше пропускать от Реала сегодня. А вот забить еще один нужно постараться. Йович уходит вместо Диаса. И Вернер нам Мэдисона шикарную передачу дает. Мэдисон 1. И Лаутаро не забивает Чингиз Ундер. 3-1. 3-1. Лестер увеличивает свое преимущество. И все больше и больше шансов у Реала вылететь из Лиги Чемпионов после этого матча. Дубль забивает Чингиз Ундер. После таких отскоков Родриго выходит вместо Асенсио. Реал теперь все будут силы бросать в атаку. И все, финальный сесток. Лестер Сити выходит в полуфинал Лиги Чемпионов, уверенно обыграв дома Мадридский Реал. Но мы сегодня просто шикарно отыграли. Ни разу не проигрывали по ходу встречи. Но я бы так сказал, что даже если бы Рамос не ошибся в своем первом эпизоде, мы бы все равно выиграли. То есть минимально, но выиграли бы. Ундер, герой действительно сегодняшнего матча. 7-5 у него оценка. Забил дубль в ворота Мадридского Реала. Ну и наш возможный полуфиналист, соперник в полуфинале, это Манчестер Сити. Интересно. Конечно, команда нам с ними сейчас еще играть придется. В чемпионате там вроде или в кубке. Мюнхенская Бавария. Интересная тоже команда. И Зенит, кстати, которые прошли Барселону. Вот с Зенитом я бы хотел, конечно, сыграть. Две команды, так сказать, под моим руководством. В разных, конечно, карьерках, но все же. И действительно, нам попадается Зенит в полуфинале Лиги Чемпионов. Действительно, повезло. Так что, скорее всего, у нас большие шансы сыграть в финале. Там будет либо Манчестер Сити, либо Бавария. Но мы будем болеть, наверное, за Манчестер Сити. Все-таки их мы обыгрывали. Бавария будет интересный соперник. Но и проиграть этой команде мы можем. Там всего лишь один матч будет. Так. Ну, а сейчас вот Сити. Это возможный финалист Лиги Чемпионов. Но сейчас мы играем против Уэстхэма. Наверное, выйду каким-нибудь вторым составом. Дам отдохнуть некоторым своим игрокам. Даже вот Рикардо Перейро уберу. Хоть у него и пиковая такая форма. Саюнцу выпущу. Почему бы и нет? Прайта. Барнса вместо Мэдисона. Вместо Ундера. Айоза Перес. Выйдет на поле. Ну и очень обидно, что там Мартинес уставший. Очень обидно. Ну и Варди убираем. У него ужасная форма. Все. Вот таким составом мы выйдем. Я, наверное, капитанскую Ди Ди отдам. Все. Уэстхэм и Лестер. Вы знаете, для нас игра в чемпионате Англии. Поехали. Итак, Лондон. Стадиум. Уэстхэм против Лестер-Сити. Английская премьер-лига. Вторая строчка. Встречается. Я не знаю, на какой Уэстхэм сейчас находится. Но команда интересная. Она нас даже вроде как обыгрывала в прошлом сезоне. Там какие-то курьезные, я помню, гол. На этом стадионе сам он был забит. Один-единственный, если я не ошибаюсь. Ну а здесь уже все. Ну и штрафный, кстати, зарабатывает очень даже близко и неплохо. Быстро хорошо, что разыграли. И 1-0. Лаутаро Мартинес быстро. Вот здесь вот так получилось у нас этот штрафной разыграть. Нарушение правил. Ну и все. 13-я минута. Снова Лаутаро Мартинес у нас забивает первый мяч встречи. Так же, как и против Мадридского Реала в Лиге Чемпионов. Но пока что ведем. Замечательно. И какой хороший гол забивает еще один Лаутаро Мартинес. Дубль. Еще в первом тайме. 38-я минута. Лаутаро Мартинес увеличивает наше преимущество. И все. Финальный сысток. Уверенная выездная победа Лестера. Дубль. Лаутаро Мартинес нам приносит 3 очка в английской премьер-лиге. Ну, вроде матч так даже равный по статистике. Но где-то нам больше, наверное, повезло. После 34-го тура мы все так же на второй строчке отстаем до Ливерпуля в 2 очка. Будем надеяться на то, что... Я не знаю, они Мерсесайдцы. Вроде так же их называют или нет. Ну вот. В общем. Вот это вот. Чемпионская такая команда, которая шла на первом месте, ни разу не сместилась на вторую по ходу этого сезона. Но вот хотелось бы все-таки еще и английскую премьер-лигу выиграть. Все-таки это будет последний сезон за Лестер-Сити. Так, по моей команде. Шмейхелю приходит предложение. Я его вроде не выставлял. Но вот отвели Реала за 5 миллионов. Где-то его купить. Ну, я пока что отклоняю. Так, Айоза Перес у нас теперь интеллектуал. Вот такую роль он получил. Но сейчас у нас игра против Манчестер-Сити. Там 7 дней практически прошло. Неделька. Поэтому наши игроки сейчас, надеюсь, отдохнули. Ну и будем стараться сейчас с первым составом выходить. Тут уже... Ну да, в принципе, тут все готовы. Кроме Варди он очередную игру с ужасной формой начинает. Лестер против Манчестер-Сити. Английская премьер-лига. Поехали. Итак, английская премьер-лига. King Power Stadium. Лестер-Сити против Манчестер-Сити. Это еще и возможно будет финал Лиги Чемпионов. Если Лестер обыграет Зенит в полуфинале. И Манчестер-Сити обыграет Баварию. То будет именно вот такой финал. Поэтому я и решил выйти сейчас основным своим таким составом. В надежде на то, что посмотрим, найдем ли мы какие-то там изъяны. В составе Манчестер-Сити. Может быть даже и в своей игре тоже Вернер на подаче. Неплохо на подборе здесь Тильманс. Чингизундер с мячом. Передача на Лаутаро Мартинеса. И попадает в штангу. Какой мощный сейчас был удар. И это 1-0. Лаутаро Мартинес снова у нас забивает. 53-я минута. И снова мы выходим вперед в третьем матче подряд. И снова Лаутаро Мартинес. Ну шикарный игрок. Слава богу, получилось у нас затолкать этот уже мяч. Все. Минимальная победа Лестера над Манчестер-Сити дома. Как-то Сити в этом сезоне не очень. Именно Манчестер. Лестер-то шикарно играют. На второй строчке сейчас заслуженно, мне кажется, идут. И Мартинес, естественно, будет игроком матча. Забил единственный гол. Ну вот как-то здесь вот по статистике мы обязаны были побеждать. Ребята молодцы. Мы будем надеяться на то, что когда-нибудь там Ливерпуль оступится. Но нет, они выносят даже Манчестер-Юнайтед на Ултрафор 4-0. Вот. В 2 очка мы все так же отстаем. Но теперь у нас и лидерство после вот этого поражения МЮ становится в 9 очков. Травмирован у нас Лаутаро Мартинес. Прогнозируемое время выздоровления в мае. Вы серьезны? У нас конец апреля. Нам играть просто неким будет. И насколько прям? Одна неделя там. Ну ладно, одна неделя. Тут что? Ну, одна неделя, кстати, это очень для нас серьезное заявление. Это все-таки игра с Денитом в полуфинале Лиги Чемпионов. И игра с Тоттенхэмом, которые идут на пятой строчке. Ну посмотрим. Для нас, во-первых, выездная игра. Вернер снова там что-то не готов как-то. Так, ну, во-первых, на скамейку возьмем Абрахама. А там уже посмотрим, как дело пойдет. Ну, Варди и Вернер будут у нас сегодня в нападении. Посмотрим. Зенит Лестер. Я на их состав тогда же не посмотрел. У них вроде никого такого прям нету. Все вроде те же самые. Из трансеров вообще никого здесь. Новых я не вижу. Как будто Зенит только продавал и никого не покупал за вот эти вот два сезона. Зенит Лестер. Полфинала Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Лестер-Сити. Это не карьера за Зенит. Это карьера за Лестер-Сити. Вот так вот у нас свелось под конец футбольного сезона. В симуляторах мы будем сейчас пытаться выбить нашу же, так сказать, основную команду, за которую мы уже четвертый сезон проводим на нашем канале. Но второй сезон проводим за Лестер. Они чуть не меньше привязались к этой команде. Действительно монстра английской премьер-лиги мы там сделали. Сейчас боремся действительно за чемпионство. Еще и за победу в Лиге Чемпионов. Ну, посмотрим, как Зенит у нас, во-первых, отыграет. Нулевая ничья. Зенита против Лестера. И на этом, так сказать, все. На Кинг Пауэр Стадион нам ни в коем случае нельзя давать Зениту забивать. Нужно забивать самим. Но по матчу действительно была где-то доминация Зенита по некоторым статистическим данным. И Санто стал у них игроком матча. Итак, как вы будете действовать в нескольких последних играх Лиги? С этого матча мы начнем побеждать матч за матчем. И мы сосредоточимся. Ну, давайте вот так и скажем. Потому что нам действительно надо выиграть все там. Надеяться на оплошность Ливерпуля. Так, ежемесячный отчет. В сборном месте попал Тиллиманс и Лаутаро Мартинес. К рейтингу добавил только Нигиди. Старт состава Прайд уже минус единичку даже получил. Ну и на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Ожиданно встреч, друзья. Всем до свидания.